нужно наполниться богом и отдать его наполнится богом и отдать и когда вы будете это делать вы станете красивой вы сейчас красивая но из два типа женской красоты один тип женской красоты создается в результате того что женщина хочет влиять на других это внешняя красота она очень как бы внешне очень впечатляет внешне женская красота она впечатляет женщина делает красивую прическу губы красит как бы все украшает внешне она впечатляет это внешняя красота и ей привлекаются те мужчины которые хотят секса наслаждаться женским телом они хотят из две категории мужчин одни хотят секса другие хотят семью вот когда мужчина хочет семью он не смотрит на этот тип красоты который внешний потому что он боится эту красоту в это время а вдруг она изменять потом будет жизни опасно же правда какую замуж брать мужчина смотрит на другой тип красоты неосознанно тот красоты и тип красоты исходит из сердца женщины тепло такое женское тепло дающая стабильность жизни там мужчина смотрит на такую женщину думает о вот с этой женщиной я смогу долго счастливо жить стабильно и он уже приходит к ней не обнимать пытается ее он начинает с ней очень вежливо общаться с целью создать семью другие отношения совсем развиваются этот тип красоты не создается самоукрашением это тип женской красоты создается женскими аскезами когда женщина учится заботиться обо всех быть доброй прощать быть смиренной просить прощение раскаиваться если она кого-то бросила тогда в этом случае у нее и сердце начинает идти та сила которая делает мужчину ответственным и желающим взять как бы взять так человека жены не надо думать о том какая ты родилась я все смогу я клятвы не нарушу мы не думаем о том каким мы родились мы думаем о том как мы побеждаем судьбу любой человек кем бы он не родился он побеждает судьбу я родился в одном ужасном месте на северном урале держит в основном люди которые выпивают чем много пьяниц и у меня одни алкоголики в роду две бабушки один дедушка умерли от алкоголизма брат отца умер от алкоголизма молодом возрасте но я никогда не пил в своей жизни даже не знаю что такое опьянение я не думаю не собираюсь думать о своем рождении зачем об этом думать надо просто сражаться за свою судьбу и все и вперед получать знания становиться лучше не думать все женщина родилась быть красивой все женщины красивые не родились быть красивой красота выйдет когда надо из тела когда господь этого захочет и для кого надо каждая женщина должна быть замужем но если она не трудится над своим сердцем правильно по женский не учится женским женскому долгу она как бы у нее нет этой силы просто и все она не может привлечь собой никого поэтому она одна отнимает женщина должна жить не сильно имеет большие сильно большой достаток когда она одна она не должна думать о достатке должна думать о том чтобы служить всем у меня жена жила в москве до замужества и она постоянно в ведическом храме служила у нее почти не было денег а все что было она отдавала еще в храм она жила просто вот у нее было чуть-чуть одежды чуть-чуть покушать все и в очередь выстраивались предложение делать она всех отшивала только одного не получилось отшить